Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить в Геншин Импы. Сегодня я... Как и обещал, долгожданная серия. Для кого-то, наверное, для меня нет. Это я прям... Я её прям вот по максимуму в сторону отводил. Это... До пройти встречи с Дионой полностью. Так, что у нас тут? У нас тут достаточно большое количество ответвлений идёт. В начале два ответвления. Давайте прямо с самого начала начнём. Я не помню, что я выбирал. Сейчас посмотрим. В Кошкин дом. Пармен. Великолепно! В Кошкином хвосте отличная выпивка. Где-где? А, это ты путешественник. Ты не знаешь про Кошкин хвост? Нимрот. Нимрот это местный пьяница, если что. Ты выглядишь так, будто никогда не у меня слышал. В Кошкином хвосте есть несколько удивительных фирменных блюд, которые вы никогда раньше не пробовали. Мне кажется, в каждом ресторане есть свои фирменные блюда. Это место полностью соответствует своему названию. Там очень много милых котят. Мне кажется, даже в шаверме. Каждый в шаверме своя уникальная шаверма. С котиками и качественной выпивкой перестаёшь следить за временем. Кошкин хвост сейчас открыт? А в твоём возрасте можно употреблять алкоголь? Всё в порядке. Их бармен Дион лучше бармен Монштадта. Для неё не проблема приготовить для тебя стаканчик без алкогольного напитка. А ещё Диона тоже очень милая, прямо как все котята. Эх, извращенец. Ой, прошу не говорить Дионе, что я это сказал. Действительно. В общем, если вы хотите пойти в Кошкин хвост, дверь прямо за вами. А я пойду протрезвее немного. Кажется, я немного перебрал. Опять, и стаканом они не по силам. Эх, я уже попал слишком много. У нас снова закончились ингредиенты для коктейлей. И почему это все взрослые так любят алкоголь? А потому что ты, мой маленький дружок, делаешь такие замечательные коктейли, что от них просто невозможно оторваться. Хм, а разве взрослые не отличаются от детей тем, что умеют себя контролировать? У редкого взрослого хвост выдержки, чтобы стоять перед еще одним коктейлем от очаровательной малышки Дионы. Говори как есть, это просто кучка безвольных пинчук. Эх, ты права, кошечка. Ты кого назвал кошечкой? Никогда раньше не встречал кетслайнов? О, здравствуйте, вы пришли отдохнуть в кошкином хвосте? Маргарит мы уже видели. Так, я хотел попробовать новый, я пришел посмотреть на кошечек. Я пришел посмотреть на кошечек. Потому что, по-моему, в прошлый раз мы отвечали, я хотел попробовать новый коктейль. А посмотреть на кошечек? Хе-хе, у нас тут много хорошеньких кошечек. Наши кошечки очень гостеприимны, многие приходят сюда специально ради них. В конце концов, в Манштадте не много мест, таких как кошкин хвост, где можно плотно пообщаться с кошечками. Ох уж эти кошечки, они такие высокомерные, противные. Не понимаю, как они вообще кому-то могут понравиться? Разве люди приходят в таверны не для того, чтобы напиваться? Мало кто захочет увидеть кошачью шерсть в своем бокале. Но они такие, они маленькие. Хе-хе-хе. И что с тобой? Если ты маленький, то все остальное просто сходит тебе с рук, да? Хе-хе-хе. С точки зрения наших посетителей, да. Хе-хе-хе. Смотри, вот юноша тоже пришел посмотреть на кошечек. Хе-хе-хе. Ой, я точно это не выбирал. Хе-хе-хе. К сожалению, прямо сейчас кошечки играют где-то в другом месте. Вы прошли не вовремя. Если вы изволите подождать, малышка Диона Мигом вернется своих кошечек на место специально для вас. Хе-хе-хе. Эй, что-то я не припомню, чтобы я соглашался возвращать на место этих мелких гаденыш. Это поручение непосредственно от управляющей таверны. Кроме того, кошечки от тебя просто без ума. Ты с легкостью справишься с этой задачей. Они просто устали от людей и захотели провести много времени наедине с собой. Ну ты так думаешь? Что ж, тебе в любом случае придется их вернуть. Кажется, вы сказали, что пришли сюда посмотреть на котиков, верно? Возможно, вы захотите помочь малышке Дионе с поисками. Ну да, естественно. Почему нет? Познакомишься с кошечками поближе. Может быть, они будут более охотно проводить с тобой время. Хорошо. Улизнули три котика. Роджер, Нельсон и Пейсли. Малышка Дион, ты обычно ухаживаешь за ними. Значит, вы довольно близки, верно? Значит, вы довольно близки, верно? Что-то я вообще как-то ударение в канцл поставил, неправильно. Опять они. И как им только хватает наглости отлынивать от своих обязанностей. Они никакой рабочей этики. Не все кошечки такие же надежные и заботливые, как ты, малышка Диона. Еще раз, я не кошечка. Мы должны вернуть котиков в тавер, ну и все? Проблем не должно возникнуть. Обычно они гуляют в центре города. Давайте сначала поищем там. Насколько встречи, да, разносторонние. То есть, в прошлый раз мы ходили и искали ее папашу. Узнавали, где я там, чего, как. А в этот раз будем бегать за кошечками. Славненько, тогда я предоставлю поиски котят вам. А сама присмотрю за таверной. Пожалуйста, привезли их обратно. Так. Идите с Дионой. Все, пришли, да? Задание выполнено. Вот эти задания меня просто выглевают. Да, смотрите, это вверх. А что же внизу-то, интересно? Очень странно. Ладно. Давайте. Диона, давай дальше. Что там у тебя? Их следы заканчиваются здесь. Похоже, они убежали в другую сторону. И как же нам их найти? Не волнуйся, эти кошечки очень упрямы. Но именно благодаря этому упрямству их легко понять. У меня появилась другая идея. Наверняка ведь встречи обновятся. Будут новые встречи, когда выйдете на Zoom 2.0. Вообще, там столько всего. Там новые загадки, новая система всего этого. Прям бух. Я, конечно, когда смотрел, они сделали презентацию очень скудной. Но вот прям очень, очень мало всего показали, рассказали. Просто показывали вид, как все выглядит. И... Ну, не знаю. Я презентацией в этот раз остался недоволен. Ну, стримом разработчиков в последнее. А вот как раз, когда начали все вот эти вот выпуски, они выдавать, показывать. И ты думаешь, да, и здесь, и тут, и это, и вот это. И еще это дерево будет сакура, которое будет, наверное, как-то цвести у нас на глазах, пока мы ее будем развивать. И, короче, я не знаю, прям столько всего версии 2.0 добавит. И это только 3 острова из 6 нам добавят. И потом еще 3 острова нам добавят. Это же прям, прям немерено. Не волнуйся, эти кошки очень упрямы. Но именно благодаря этому упрямству их легко понять. У меня появилась другая идея. Давай сходим к Марджере. Недавно Роджер сломал свою игрушку, и я заказал у нее новую. Может, он убежал, потому что ему не с чем было играть. Ты очень хорошо его знаешь. Я знаю о таких вещах только потому, что хочу, чтобы они выполняли свою работу и не разводили бардак. Ну все, пошли к Марджере. Пойдем. Марджере тут близко. А вот и Марджере. О, привет, Диона. Ты пришла за игрушкой для своей кошечки? Я только что ее упаковала и согласно твоей просьбе добавила ей прочности. Твоим котятам ее должно хватить надолго. Класс, спасибо большое. Что касается оплаты у Маргариты. Совсем рассчитается. Я с ней уже поговорила. Да, конечно, нет проблем. А этот котик Роджер, он живет у себя в кошкином хвосте? Да, он почти всегда сидит в паверне. Чудесно. Я обязательно приду поиграть с ним, как будет в свободное время. Конечно, мы будем рады тебе в любое время. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, в Японии вроде бы как раз есть отели с животными. Вроде бы даже есть, ну не отели с животными, а как-то так называется. Короче, у них такой дом с кошками. И тут туда приходишь просто поглазить кошечку. Я не знаю, платно это не платно, но вот сам факт, что ты приходишь, играешь с животными, там как бы таким образом расслабляешься и вот все. Знаешь, это так щепетильно, когда дело касается этого котика. Ты даже написала мне список материалов для его игрушки. Просто Роджер совсем теряет голову, когда с ним играют гости. В конце концов, от его игрушки остаются только мелкие кусочки. Поэтому в этот раз я решила сделать ему игрушку попрочнее. Обычно, когда никого нет рядом, он начинает скакать по полкам с напитками. Может быть, ему просто скучно? Ты правда так думаешь? Не хочу выяснить, о чем там думает этот кот. Он просто упрямый, как и все кошки. Пошли к Саре, хорошего охотника. Обычно она готовит ют для Нельсона. Это тот кот, который ест больше всех, но при этом почему-то самый легкий. Не знаю, как он этого добивается. Пойдем. За следующим котиком. О, дали игрушку для котика. Добро пожаловать в хорошего охотника. Ой, ты, Диона. Чего могу быть полезна? Привет, Сара. Привет, Сара. Я бы хотел купить еще кошачьей еды. Такой же, которую я брала в прошлый раз. О, котик Нельсон снова проголодался. Подожди минутку. Я передам кухне твой заказ. На кофе начинает готовить кошачью еду по запросу Сары. Еда для твоего котика готова. Ее приготовление почти не требует продуктов, поэтому, пожалуйста, возьми ее за счет заведения. Приводи своего котика в следующий раз. Мы очень хотим его погладить. Хорошо, я спрошу его. Думаешь, кошачьего корма хватит? Обычно Нельсон не нравятся люди, но если он учует запах сушеной рыбки, ты сможешь делать с ним все, что хоть захочешь. И потом от еды его никак не оторвать. Прямо как пьяница от их кружек. Но в этот раз порция еды небольшая. Ничего страшного, если он съест ее всю целиком. Ну все, пошли искать Роджера и Нельсона. Если мы потом разберемся. Роджер любит сидеть где-нибудь высоко. Хм, почему нам не поискать на крышах домов? О, нет. Ты знаешь, как подниматься на крышу? Если нет, то просто можешь подождать меня здесь. Я сама разберусь. Ах, я опытный крышелаз. Мне часто приходится забираться на крышу домов. А, и то, и то. Правда? Ты тебе не скажешь, но раз уж ты так считаешь. Давай поднимемся на крышу, поищем Роджера. То есть в любом случае нам пришлось подниматься. Так, ладно. Кошачий корм. Ой, смотри, какой красивый. Блин, прикольно. Это прям шпрот какая-то. Банка со шпротами. Так, короче, нужно по крышам здесь бегать, да? Вот у нас радиус на мини-карте. Да, где тут у нас можно залезть-то? Вот, прям на эту крышу можно легко залезть. О, не, смотри, не так уж и просто. Что-то пошло не так. Может, как-то здесь, через коробки. Ты че я мучаюсь? Что я мучаюсь, когда у меня есть дед? Да, дед. Дед такой старый, что промахивается, когда лазит. О! Как они там любят обычно? Кири-ки-ки-ки-ки-ки. Да? Кири-ки-ки-ки-ки-ки. Где эта? Кошка. Так, здесь нигде не видно. Вон она. А ты смотри, а, прям как наш лиц сразу. Стой, видишь того котика? Это Роджер. В этот раз он и впрямь забрался так высоко. Не подходи к нему слишком близко, иначе он может испугаться и убежать. Помнишь, сколько вещей нам пришлось подготовить? Настал их черед. Ты ведь помнишь, что из этих вещей нравится Роджеру? Да, игрушка. Кошачья игрушка. Твоя память тебя не подводит. Верно, Роджеру очень нравятся игрушки. А на лесу, ну и да, уже все легко. Путешественник подзывает Роджера с помощью игрушки. Вау, смотри, как он тут же расслабился. Кажется, он просто ждал кого-нибудь, кто бы с ним поиграл. Ах, он чертеныш. Вечно сидит с таким самодовольным видом, но стоит появиться людям, как он тут же становится милым и нежным. Неудивительно, что его так любят гости. Когда заходят в таверну, тут же первым делом спрашивают, где Роджер? Но ведь он правда милый. Думаю, посетители таверны приходят туда исключительно ради твоих коктейлей. Ну, очевидно же, Кошкин хвост от таверны. Насколько бы милыми ни были эти котики, а они всего лишь дополнение к моим коктейлям. Хорошо, давай заберем с собой Роджера и пойдем искать Нельсона. Нельсона любит теплые места. В прошлый раз, когда я его искала, я нашла его в кустах возле кузнеца. Давай сперва поищем его там. Так, забрали, да, по идее, да? А то Лайс второй раз сюда не очень-то уж хотела. Так. Вы тут фотико не видели? Жареного. Вот он. Ага. Ага, я знал, что Нельсона будет именно здесь. Кажется, он вот-вот уснет. Неужели здесь уютнее, чем в таверне? Давай, вытаскивайте вещи, что мы для них приготовили. Ты можешь выбрать, какую из них отдать ему? Кошачий корм. Да, Нельсона обожает есть, поэтому кошачьей еде он точно обрадуется. Пушественник подзывает Нельсона с помощью кошачьей еды. Гости ведь вечно тебя подкармливают. Неужели тебе не надоело так радоваться еде? Ха-ха-ха, обжором, понятно. Все, умел за секунду. Чем ты так травишься нашим гостям? Они даже дерутся за то, кто первым тебя покормит. Наверное, ты просто притворяешься голодным, чтобы привлечь к тебе внимание. Каков хитрец. Неудивительно, что, завидев его, гость тут же забывает о своих напитках. Хочешь, чтобы он тебя научил? И авторские напитки сами по себе привлекают много внимания. Мы это уже говорили, но давай еще раз. Я знаю. Ты бы видел лица гостей, когда Нельсона прокидывает их коктейли. Попробуй, подними его. Он очень легкий. Я правда не знаю, как ему удается не толстеть. Я не знаю, как он так лягкий. Я не знаю, что хлопечи лежат. Греются. Жир весь растапливается. Мы все, пошли искать Пейсли. Он раньше уже убегал к собору. Так что давай поищем его там. Ему нравятся игрушки? Ему нравятся кошачья еда? Нет, ему не нравится то, что нравится Роджеру или Нельсону. Я расскажу тебе подробнее, когда мы придем на место. Ну, пойдемте к церкви. Там же больше нет впечатлений никаких, а то мало ли. Давайте посмотрим. Да, пока прямая линия. Хорошо. Мне почему не нравится проходить встречи, потому что очень долгие и много читать. И как бы одно дело персонажей, которые тебе заинтересованы. Но вот Диона мне, я не знаю, она в этом мире, где она? Она бармен в кафетерии и все. Больше ничего такого. Ну, видимо, этот любит, я так полагаю, когда поют, да? В соборе. Поехал, че есть так много здесь? Я так и думала, что ты здесь, Пейсли. И как же нам приманить его? Никак, Пейсли не нравится ничего определенного. Он просто делает то, что ему велит в его настроение. В общем, он просто кот-эгоист. Даже в таверне он редко выходит к гостям. Большинство времени он просто играет с другими кошками. Давай просто отнесем его обратно в таверну. Я сама заберу его, обычно он не сопротивляется. Ты хочешь попробовать сам? Горю тебе, Пейсли не обращает внимания на незнакомцев. Мяу-мяу. Пейсли никак не реагирует. Видишь? Никакой реакции. Ну, лучше я сама его заберу. Ну, попытка не пытка. Слушай, Пейсли, веди себя хорошо и не двигайся. Пейсли подходит к Дионе и ласка утрется от нее. А, хороший котик, умничка. Видишь, какой ты милый и послушный. За кадром, да? Эй, что ты так на меня смотришь? Я его кормлю, поэтому он меня и слушается. Вот и все. Почему-то многим гостям нравится его характер. Стоит ему посмотреть на них, как они тут же готовы покупать ему корм до конца его дней. Если бы только у нас в кошачьем хвосте было больше котиков, мне бы тогда вообще не пришлось разливать напитки. Я бы только ухаживал за котиками и давал гостям играть с ними. Может быть, таким образом ты бы могла заработать больше денег. Никому бы не было делал до этих котиков, если бы не твои авторские напитки. Ха-ха-ха. Конечно, давай так и сделаем. Ну, конечно же, если бы не выручка с продажи моих напитков, на какие бы деньги мы покупали кормы и игрушки. Действительно. Роджер, Нельсон, Пейсли. Ага, мы нашли их всех. Давай поторопимся и отнесем их обратно в таверну, иначе завтра не смогут работать. Работать. Брысь отсюда все. Шлюн. Собрались. Кучка. Кучка котов. Так. Дед летит. Слушайте, а раз будет новая Инодзума карта с Инодзумом деревом, да, значит, это будет новое это, Инодзума крылышки. Это прикольно. О, похоже, к вам вернулись не только котики, но и клиенты. Эй, я не одна из ваших котиков. Диона великолепно подходит к тематике таверны. Ну, конечно, Диона наш лучший бармен. Пожалуйста, не принимай мою работу барменом тут всерьез. На самом деле, это всего лишь первый этап моего плана про разрушение винной индустрии Манштадта. Ты ведь видел, сколько пьянец вещей шатается по улицам этого города? Сколько бы интеллигентным ни был человек, стоит ему выпить, как он тут же приобретает просто невыносимый характер. Алкоголь не приносит ничего хорошего, он только делает людей ленивыми и омерзительными. Вот почему я хочу придумать самый мерзкий напиток на свете, чтобы люди попробовали его и осознали, насколько плохим может быть алкоголь. Только так Манштадт сможет наконец избавиться от впившихся в него клыков алкоголизма. Чё-то, ой, я вопрос забыл прочитать. Именно поэтому я и стал работать барменом, и я должен знать алкоголь вдоль и поперёк. И это только первый шаг в исполнении моего плана. Это почему-то не пошло вдоль у ангелов. Но мне кажется, что всем нравятся напитки, которые ты разливаешь. Давай про долю ангелов спорти. Доля ангелов? Фу, винокурни, рассвет, и есть парень проблемы со слоняющихся по улицам Манштадт пьяниц. Я никогда в жизни не буду иметь ничего общего с ними. Я обязательно найду способ сделать самые адские коктейли, чтобы ни у кого больше мысли не возникнуть лупить алкоголь. Хм. Хотя пока я ещё не придумал такой способ, но это только пока. Ладно, хватит на сегодня об этом. Ты ведь пришёл посмотреть на котиков, верно? Все три кошки вернулись в таверну, и иди и хорошенько с ними поиграй. А благодарны за твою помощь я сделаю для тебя особый напиток. Безалкогольный, разумеется. Он, наверное, будет невкусный. А, смотри, королева котят. Похоже, в кошкином хвосте намечается кошачья вечеринка. Сохраним. Да, да, вот так вот. Так, ладно. Следующее. Как нам в нижнюю концовку попасть? Чуть не совсем пока понимаю. Ладно. Давай, ещё раз надо с 37 чуваком поговорить. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Где-где? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там. Там. Давай, я тоже хочу попробовать. А, в твоём? А, ну, всё в порядке. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. От этого, я так полагаю, ничего не меняется, чувака. А вот здесь уже... Так, 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 так. Так, я хотел бы попробовать новый коктейль. Желаете выпить? К сожалению, у нас закончились ингредиенты для коктейлей. К тому же, к тому же, ты выглядишь слишком молод для алкогольных напитков. Вообще-то, мне уже очень много лет. Безалкогольный коктейль тоже подойдёт. Мммм. Давай вот этот вот безалкогольный коктейль. В масштаде хватает других мест, где подают безалкогольные коктейли. Но раз уж ты пришёл именно сюда, то у тебя должен быть особый интерес к алкоголю, верно? Надеюсь, ты хочешь попробовать коктейль, потому что это выглядит круто, и все взрослые так сделают. А то вон те мирские вонющие старики тоже когда-то так думали. Это очень знакомое. Ой, и чего это всем так нравится, алкоголь? Я совсем не понимаю. Перестань, Диона. Очевидно, что путешественник хочет попробовать наши коктейли, и мы сделаем всё, чтобы удовлетворить желания наших клиентов. И от прямой указания от управляющей таверны, Диона. А, ладненько, я должна сделать один специальный коктейль, и всё, да? Ну хорошо, раз уж у тебя такие высокие ожидания от выпивки, я постараюсь разбить все твои мечты вдребезги. А вдруг тебе удастся избежать участия этих печальных алкашей? У меня осталось кое-какие основы для коктейля, но если ты хочешь чего-то особенного, то я постараюсь найти действительно необычные ингредиенты. Времени у нас немного, поэтому я смогу сделать либо необычную основу для коктейля, либо особенную добавку. Выбирай, что ты больше хочешь, необычную основу или особенную добавку? Блин, вот тут ответвление идёт уже. Ааа, особенную добавку, особенную добавку. Давай особенную добавку. Особенную добавку с лёгкой, я как раз планировал поискать кое-какие ингредиенты. У меня даже есть список. Дай посмотреть. Теперь нам нужно найти бланш. Я заказал у неё вкусовые добавки, а они уже должны быть готовы. Да, это явно другое ответвление. Нижнее, да, похоже? Похоже, я угадал. Да, я угадал. Отлично. Прекрасно. Здравствуйте, чем могу быть полезно? Привет, бланш. Мой заказ ещё не готов? Привет, Диана. Сейчас гляну. Да, 15 хвостов ящериц, 7 бутылков пыльц и бабочек. Всё готово, кроме бутылька со слизью лягушки. Фу. Мне не к спеху. Возьму то, что уже готово. Кто-нибудь позже придёт из таверна, чтобы поплатить счёт. Замечательно. Спасибо, что нашли время навестить мою лавку. Для чего всё это? Они больше подходят на алхимические материалы. Ну да, я спросил у Тимея, какими ингредиентами они пользуются для улучшения вкус своих алхимических изделий. Он говорил о хвостах ящериц и кристальных ядрах, но мне кажется, что кристальные ядра будут впутаться со льдом из-за схожей текстуры, поэтому решил не использовать их. Однако я всегда хотел попробовать слизь лягушки. Тимея сказал, что она может сделать текстурный напиток густой, как глина. Фу. Теперь нам осталось только добыть рыбью чешую и слизь слайма. Да и поищем их в окрестностях. Как только всё соберём, я смогу приступить к приготовлению напитка. Ну давай. Так. Я так понимаю, это снаружи, да? Триста с лишним. Подожди, это прямо далеко. Да, вон вот сюда. Давай сюда. Сразу телепортируемся. Пока мы телепортируемся, я себе налью немножко квас. Квас очень понравился. Знаешь, какой царский припас называется? Квас живой. Очень прям понравился. Не знаю, прям вкус у него приятный. Правда, пены от него прям дофига. Он прям что-то какой-то как... И причём пена такая странная. Такая как... По виду как будто мыльная какая-то. Я не знаю, как её писать. Вот. Ну, пас... Её как бы остаётся как должно. Вот. Ну, пена прям-прям вообще густая. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне просто идти хочется. Так, прекрасно. Продолжай. Так, идём искать слаймовую... Слаймовую слизь и... Чё-то там ещё. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди сюда. Так. Мы пришли. Здесь водит самая лучшая рыба. У неё только мясо хорошее. А, у неё не только мясо хорошее, но и всё остальное тоже. Их мясо и чешуя сильно пахнет травой. То есть синой, да, наверное? Большинству людей он не нравится. Ну, некоторым гурманам он заходит на ура. Ты много знаешь о рыбе. Я просто... Я просто слушала, как это обсуждали гости за барной стойкой. Ну, не подумай, что я сама пришла и перепробовала тут всю рыбу. Ну, в общем, спустись, пожалуйста, и налови нам свежие рыбы. А то у меня руки заняты всеми этими ингредиентами. Ловить рыбу, да, сейчас будем. Ой, веселье-то какое. Я лучше цветочек собираю. А чё, она будет уплывать? Ой, она не будет уплывать. Прекрасно. А много надо? А сколько рыбы надо? Эть. Так, Ферату, сейчас еще утонет, дед. Дед старый, долго плавать не может. Я думаю, этого достаточно. Поймал рыбу? Да. А, тебе всего две штуки надо было. Эй, ты хорошо справился. И плаваешь неплохо. У тебя получается почти так же хорошо, как и у моих кошек. Сначала нам нужно почистить рыбу. А, да, не забудь собрать с нее слить. Фу. А, запах свежей рыбы. С особенным травянистым ароматом. Он такой сильный. Но ничего страшного, это именно тот сногсшибательный аромат, что нам нужен. А можно мне шатить подальше? Мне нужно срочно вымыть руки. Тебе не нравится? Хм, я понимаю. Все-таки это непрофессиональные бармены и не привык к необычным ингредиентам. Хорошо, этого хватит. Нужно вымочить чешую в рыбной слизи, чтобы она не испортилась. Теперь нам нужна слизь слайма. Я знаю хорошее место, где воется куча слаймов. Пошли. Пошли. Так, насколько это далеко? Опять 300. Ну ладно, 300 с лишним метров. Не страшно. Мне просто нравится манштадт, поэтому прогуляемся по манштадту. Че бы нет. Че бы нет. Блин. Какая же клевая игра. Представляете, что когда-нибудь, когда-нибудь игры не будет. Это прям вообще будет удар, по-моему. Ведь реально когда-нибудь ее не станет. Ну правда, это будет лет через 10, наверное. Может быть 15. Я думаю, не раньше. Там уже многие будут взрослые, а я буду старый. Ужас какой. Так, вот и пришли. Смотри, нам нужны вон те слаймы. Но я могу испортить собранные ингредиенты, если пойду охотиться на слаймах сама. Это будет ужасно. Можешь, пожалуйста, одолеть этих слаймов и добыть для меня их слизь? Давай. Принесли слайма? Да, вот, держи, прям две штуки отдать. Отличная работа. Быстро и четко. Так могут драться только непьющие люди. Думаю, слайма поможет усилить вкус и текстуру напитка. Наверное, ты не знаешь, но помимо вкуса алкоголя, наши пьяницы также обращают большое внимание на вкус и текстуру самого напитка. Они даже придумали несколько своих фразочек для их описания. Например, «липкий как мед» или «освежающий как родниковая вода». Они пользуются этими фразочками, чтобы добавить изящество своим напиткам, но, к сожалению, алкоголь – это алкоголь. Это ужасная вещь, такими бы красивыми словами его не описывали. Я хочу придать густую и липкую форму напитку. Для этого мне нужна слизь слайма. После добавления в напиток слизь слайма, быстро питает алкоголь, при этом сохранив свою форму. Эти алкаши хотели попробовать чего-то новенького, да? Вот я и сделаю специально для них липкого, желеобразного алкослайма. Зачем ты хочешь добавить его в напиток? Затем, что я хочу сделать самый противный напиток – выказать всем истинную природу алкоголя. Таверны выдумывают самые разные схемы и стратегии для привлечения клиентов. Они внушают людям, что алкоголь – это что-то хорошее и необходимое в жизни. Они используют особые ингредиенты, придумывают причудливые имена для коктейлей, организовывают всякие акции, привязанные к праздникам и выходным. Они хотят заставить людей пить любой ценой. И в центре всего этого находится винокурня «Рассвет», когда дело доходит до продажи алкоголя и их не остановить. Их единственная цель – заставить всех людей пить, так они зарабатывают огромные деньжищи. Это нечестно и преступно. В спиртном нет ничего хорошего. Вот почему я хочу приготовить самый противный напиток на свете, чтобы пробудить людей и освободить манштадт от мертвой хватки алкоголизма. Поэтому я постоянно ищу новые ингредиенты и экспериментирую с ними. Но до сих пор у меня ни разу не получалось сделать ни одного плохого напитка. Какие бы ингредиенты я ни использовала, мои напитки лишь делают этих ленивых алкашей счастливее. Уже не хочется считать, сколько разных ингредиентов я испробовала. Поверь, я готовила из продуктов в разы хуже этого, но всё равно у меня ничего не получилось. Я правда не знаю, что мне сделать, чтобы у меня получился самый ужасный напиток на свете. Может, тебе нужно попробовать новый способ приготовления напитков? Как ты обычно делаешь свои напитки? Я всегда приделывал собственного подхода к приготовлению напитков, но также подсматривал и училась кое-чему у других барменов. Ты хочешь сказать, что я готовлю напитки непрофессионально? Поверь, я хорошо подготовилась. Я училась пользоваться шейкером, контролировать температуру бокалов. Я даже знаю особенно хитрые способы спешивания напитков. Давай начнём с твоей техники смешивания напитков. С техники смешивания? Ты хочешь сказать, что я не могу сделать плохой напиток из-за того, что мешаю как-то не так? Меня никто не учил, это правда, но пьяницы говорят, что это очень сложный процесс. Что каждый шаг должен быть точно выверен, и что недопустимо даже малейшая ошибка. Или же... Или же напиток получится плохим? Да, точно, или же напиток получится плохим. Понятно, я никогда не думал об этом. Сначала нам нужно найти кого-то, кого можно спросить о технике смешивания идеального напитка. Затем мы возьмём те же ингредиенты и будем специально запарывать каждый шаг процесса смешивания. Да, это может сработать. Постой, как тебе такое в голову пришло? Ты что, где-то напиваешься, пока никто не видит? Не думаю, что кто-то в этом мире мог бы продать мне алкоголь. Это хорошо. Будет лучше всего, если ты никогда не попробуешь и капли алкоголя. Но сначала нам нужно найти профессионального барвена, такого, с которым я бы могла обсудить профессиональные способы смешивания напитков. Где бы нам такого найти? Неужели мне придётся идти вдоль у ангелов? Или на винокурню рассвет? Нет, никогда. Никогда там ноги моей не будет. Даже не спрашиваю, почему. У меня на это есть свои причины. Давай для начала вернёмся. Мы собрали достаточно ингредиентов, а что касается техники смешивания, я что-нибудь придумаю. Это кто такой? Диона? А это... О, почётный рыцарь. Какая неожиданная встретить вас здесь. Вы занимаетесь сбором ингредиентов. Какой напиток у тебя сегодня в планах? Для меня всегда большой сюрприз видеть твои выдумки. Знаете, я и сам своего рода бармен, но Элизер говорит, что мои коктейли не идут ни в какое сравнение с напитками Диона. Ему кажется, что я мешаю без души. Я искал вдохновение, но, похоже, застрял в петле. Не уверен из-за того ли это, что мои техники смешивания слегка устарели, или что я слишком осторожничаю с добавлением ингредиентов. Это твой шанс спросить о техниках смешивания напитков. Как думаешь, стоит ли взять у него профессиональную консультацию? Хм, хорошо, думаю, он подойдёт. Мы хотели бы узнать о ваших техниках смешивания напитков. Да, мы ведь... Вы ведь хотите найти вдохновение? Я вот тоже ищу на пробу, какие-нибудь новые рецепты. Может быть, мы могли бы поделиться друг с другом идеями? О, это будет большая честь для меня. Конечно, я не против. Но, что касается ингредиентов, нам придётся использовать то, что собрали мы. Хвосты ящериц, пылицу бабочек, рыбью чешую слиз слайма. Хм, а у нас есть только эти материалы. Похоже, пришло время и мне попробовать что-то новенькое. Давайте вернёмся на винокурню, у меня там имеются базовые инструменты для смешивания. Нам придётся пойти на винокурню рассвет? Тогда пошлите сразу вдоль у ангелов. Уверена, у них там есть инструменты на любой вкус. Хм, ты ведь работаешь барменом в таверне Кошкин Хвост, не так ли? Было бы очень странно видеть тебя вдоль ангелов, ведь они конкуренты Кошкина Хвоста. Потом ещё перед Маргаритой придётся объясняться. Кроме того, у доли ангелов множество верных клиентов. Твоё присутствие в их любимой таверне, да ещё и с твоей репутацией, точно бы вызвало переполох. Я бы не советовал идти вдоль ангелов. К тому же винокурнь находится совсем близко, и не нужно идти так далеко за инструментами. Мне кажется, или он репетировал это речь. Такое чувство, что он готовился к этой беседе. Кстати говоря, а господин Эльзер сейчас не на винодельне? Эльзер? Эльзер? Да, он там, но в последнее время он занят делами гильдии. Почему, ты спрашиваешь? Это хорошо, хочу, чтобы наш обмен опытом остался только между нами. Не нужно никого посвящать в этот разговор. Кроме путешественников, он помогал мне собирать ингредиенты. Как бы стал моим помощником. Ему позволено принять в этом участие. Ха-ха-ха, не имею ничего против. Ну что, пойдемте. Отсюда до винокурни рукой подать. Ну, на винокурни, так на винокурни. Ой. Эмбар бежит. Блин, Эмбар тоже прикольный персонаж. Со своими кроликами очень часто помогает отвлекать. Плюс, видите, я сделал ей... ...напор на... ...восстановление энергии. То есть, она у меня прям супер-бустер, так сказать. Так. Супер-накопитель. Ну, потому что атаки у нее не настолько прям сильные, но вот против, чтобы именно по слабым местам попадать, с ней очень хорошо гулять. Поэтому я ей, в принципе-то, и качал. О, а вот и вы. Смотрите, я уже подготовил все необходимое. С учетом, что она у меня была на то время единственной лучницей. Конечно же, эти инструменты весьма простые, но и такие сойдут. Я также достал бутылочку высококачественного одуванчикового вина для основы нашего напитка. О, я также слышал, что Диона не очень любит видеть пьющих людей. Я прав? Поэтому сегодня мы только лишь обменяемся опытом. Мы не будем обсуждать алкоголь, и если попробуем получившийся напиток, то только небольшой глоток. Как вам такое? Без проблем, и эти инструменты вполне сгодятся. Как вам удалось так быстро приготовить столько вещей? На самом деле, мы всегда надеялись, что когда-нибудь Диона зайдет на нашу винокорню и поделится с нами своими великолепными техниками смешивания коктейлей. Мы тщательно подготовились к ее визиту, но его так и не случилось. Как же я мог быть неподготовленным в такой день, когда Диона наконец-то зашла к нам в гости? О, да, чтобы все было по-честному, нам понадобится беспристрастный судья. У нас есть почетный рыцарь. Да, это я. Да, но он не выглядит как... Я не выгляжу как свершеннолетний, я знаю. Так честен и строг к себе. Недаром тебя сделали почетным рыцарем Ордов Авонниус. Поразительная дисциплина. Хм, кого же нам тогда выбрать судьей? Коннор, вот ты где. Я тебя повсюду ищу. Элизер пришел. Что ты здесь делаешь? Элизер, ты появился как раз вовремя. У нас с Дионой намечается небольшая умена, а потом смешивание напитков. А она же не хотела, чтобы еще кто-то присутствовал. Что? Правда? Чудесно. Ничего, если я останусь посмотреть. На самом деле, мы искали судью. Не найдется ли у тебя время помочь нам? Ага, с при большой радостью, для меня будет большой честью попробовать и оценить труды Дионы. Они планировали это с самого начала. Что здесь делает Элизер? Он ведь впитывает алкоголь, как губка. Не рассчитываешь ли ты, что я буду работать с вами? Работать с ними? А ты не знаешь? Раньше Элизер часто прибегал в кошки на хвост. Каждый раз он засыпал меня комплиментами и предлагал работать с винах урни Рассвет над изобретением какого-нибудь нового напитка. Ему следует уяснить, что этого никогда не случится, по крайней мере до тех пор, пока я не научусь сделать самый версткий напиток в мире. О, тогда от Диона мы можем начинать? Конечно, но, как я и сказал, это обмен опытом между барменами. Все остальные должны встать подальше. Все остальные? Элизер, почему бы тебе пока не присесть вон там? Как только все будет готово, мы принесем тебе напитки на пробу. Что? Но... Элизер, просто... У них сейчас лица покорежат от подмигиваний. Короче, они подмигивают. Слышь, слышь, давай, давай, иди туда, сядь, я потом поделюсь такой. Да нет, я хочу все видеть сам, ты же ничего не запомнишь. Эм, точно, я не должен мешать процессу, я просто буду вон там. Позрите, если стану нужен. А, все-таки доверяй, смотри. Так, ну, раз я вас пригласил, то я и начну. Грубая текстура хвоста ящерицы нарушит вкус и текстура алкоголя. Сначала нам нужно настоять его в дистиллированном спирте, чтобы сделать его более мягким. А потом уже добавить к дуванчиковому вину. Хм, в малых количествах слизь найма могла бы улучшить текстуру, но нельзя добавлять слишком много, иначе алкоголь может загустеть. Запах рыбьи чешуи слишком резкий, и ее ни в коем случае нельзя добавлять в напиток. А пыльца бабочки вообще съедобна? Я думаю, пыльца бабочки съедобна. По логике. Ну что ж, давайте приступим к смешиванию и посмотрим, что у нас получится. Конор ускоряет процесс смешивания. И вуаля, готово. Эльзер, будь добр. Пожалуйста, делайте господи. Цвет и подача. Хм, выглядит очень интересно. Дайте я сделаю глоточек. Это выглядит очень интересно. Давайте попробуем. Хм. На первый взгляд, воздействие дистиллированного спирта, смешанного с освежающим вином из дуванчиков с оттенком горечи, все это помогает почерпнуть особый вкус напитка. Это слегка густоватая текстура. Мм, это действительно запоминающийся напиток. Это действительно меморабельный пинок. Да, неплохо, конечно, Кодор. Похоже, тебе наконец-то удалось найти вдохновение для своего напитка. Все это благодаря Дионе. Если бы она не предложила обменяться опытом и не предоставила эти ингредиенты, я бы, вероятнее всего, ограничился старыми техниками и стандартными ингредиентами. Однако мне не удалось найти применение пульса бабочек и рыбьей чешуи. Думаю, мне еще есть куда расти. Ха-ха-ха, не переживай. Не каждому дано иметь гениальную интуицию и технику, как у Диона. Не стоит так строго относиться к себе. Значит, ему все-таки удалось намешать что-то вкусное из этих ингредиентов. Запомнил все его техники? Я очень стар. Процесс не был таким уж сложным. Далее нам нужно следовать за ним шаг за шагом, но каждому... Каждому шагу спотыкаться. Но на каждом шагу спотыкаться. Для начала можешь попробовать приготовить напиток следуя его технике. Почему ты сразу не сделаешь его сама? Потому что когда профессиональный бармен сталкивается с новой техникой, и смешивания напитков, он в первую очередь должен провести наблюдения и эксперименты. Ты мой доверенный помощник, поэтому постарайся сделать самый ужасно противный напиток, какой сможешь. А я буду внимательно следить и посмотрю, можно ли вынести какие-либо коррективы. Ну давай, почему нет. Следующий напиток будет сделать Диона, да? Я просто сгораю от нетерпения. Они как будто заканчивают предложение друг за другом. Да, но перед этим позволите попробовать моему помощнику. Он тоже очень заинтересован в смешивании напитков. А он тоже бармен? Ну как нам повезло, сегодня нас ждет что-то интересненькое. Пожалуйста, пройдем. Все ингредиенты и инструменты уже здесь. Можешь начинать, когда будешь готов. Начните готовить коктейль. А где? Вот здесь. Вот, начать приготовление. Сперва Коннор замочил хвост ящерицы в дистиллированном спирте, затем добавил его в дуванчиковое вино. Как же нам испортить этот шаг? Положить хвост ящерицы прямо в дуванчиковое вино, замочить хвост ящерицы в дистиллированном спирте, затем добавить его в дуванчиковое вино. Ну, первое, естественно, тогда. Он добавил хвост ящерицы целиком. Это какая-то новая техника. Да, у тебя хорошо получается, сделай все неправильно Какая злобная Далее Коннор добавил небольшую порцию слизи слайма в напиток Как же нам испортить этот шаг? Добавить побольше? Добавить всю слизь слайма в напиток Это все? Это все! Это все! Это все! Это все! Это все! Это обязательно будет самый лучший пиво! Ты добавил все, что было? Какой же вкус получится в итоге? Правильно! Кидай все, что есть! Напиток почти готов! Хорошо, Эльзер! Не мог бы ты его попробовать? По-моему, Эльзер не очень хочет его попробовать Знаешь, Коннор, я тут подумал, пожалуй, этот уникальный напиток должен попробовать именно ты Ха-ха-ха! Кто знает, может быть он даст тебе то самое вдохновение, которое ты ищешь А дайте себе коктейль Дионе Приготовил? Да Только что приготовленный напиток, какой-то он странный Густая слизь слайма смешал с алкоголем, охвастил ящерица набух и всплыл на поверхность, которую покрывает толстый слой пыльцы бабочки, в то время как на дне бокала кружат рыбьи чешуйки Простите, но этот напиток, как бы сказать, слишком необычный для меня, боюсь, моя печень с ним не справится Ха-ха-ха, действительно Да, этот напиток очень необычный, Коннор, давай попробуй Я думаю, что ты должен попробовать это Похоже, нам это удалось, чтобы получился ужасный напиток, нам всего нужно сделать все одно перекор профессиональным техникам смешивания напитков Хм, да, у тебя получился замечательный напиток, но, боюсь, мы не сможем подавать его нашим гостям Однако, я боюсь, что мы не можем подавать его клиентам так же А, дай его мне, давай очистим алкоголь от других ингредиентов Я использую ее в качестве основы для моего нового напитка Сначала я нарежу хвост ящерицы и оставлю его настаиваться в напитке Далее я добавлю слистаем, размешаю и подожду, пока она сядет Затем остается лишь добавить пыльцу бабочки и... О, я чуть не забыла про рыбью чешую Добавим ее вместо рыбьей с лизой из банки А потом все это хорошо вкусно размешаем Давай же, будем смелыми, опасными и абсолютно отвратительными Ахахахах! Эм, Элизер, я не знаю, что она есть, це готовит напиток? верно я никогда раньше не видел такой техники но все же это диона у нее своя необычная техника наверное где он ускоряет процесс смешивания и готова этот авторский напиток будет первым ударом у положила алкогольной индустрии он сейчас получится прекрасным да как вы не попробуйте и развейте свои надувные алкогольные иллюзии вау как вкусно я никогда не пробовал ничего подобных я так и думал дэк мне воровать какой великолепный напиток целый хвост ящерицы дает сильную горечь на ее идеально на ее идеально дополняет освежающий кисловатый вкус одуванчикового вина в дополнение к этому рыбьи чешуйки разбитые во время перемешивания впитали алкоголь и потеряли весь свой зловонный аромат их послевкусие каким-то образом дополняет вкус напитка слаймовая слились впитала весь алкоголь и что сделало ее текстуры богатый и динамичный и наконец щепотка пульса бабочки добавляет финальный штрих делающий этот напиток идеальным он потрясающе и визуально и на вкус вы показали нам подлинное мастерство что о том напитке что сделал я даже упоминать не стоит а я ведь думал что он получился впечатляюще хорошим хватит шутит мне тот вопрос есть столько что у вас уже отнялись все вкусовые рецепторы это где-то правда вкусно пахнет что это невозможно после всего что я сделала почему мой напиток все равно получился вкусным наверное забыла что-то сделать неправильно пожалуйста попробуй снова смешать свой напиток только в этот раз на базе моего напитка чтобы не делал постарайся сделать его как можно более отвратительным ой в этот раз просто нужно сделать отвратительный напиток первым шагом у диона был добавить хвост ящерицы в напиток положить целый хвост ящерицы в напиток давай следующий шаг добавить большое количество слаймовой слизи перемешать и дать настояться добавить небольшое количество слаймовой слизи дать настояться а потом перемешать далее она посыпала напиток пыльцой бабочки посыпать пыльцой бабочки высыпать всю пыльцу бабочки последний шаг добавить рыбью чешую вместе со слизью в напиток сначала раздробить рыбью чешую а затем добавить ее в напиток вместе со слизью вроде готова пора показать его дионе фуну и вонь пронзительная рыбная зловония липкая слизь лайма и вздувшийся хвост ящерицы и все это щедро присыпанным пыльцой бабочки вратительно я надеюсь сейчас никто не ест это не тот процесс что мы с тобой обсудили но должно признать у тебя имеется талант хорошо давай покажем твою муть эльзеру с коннором диона это твой новый что это такое не сделаешь даже если очень постараться убери его от меня пожалуйста унеси его куда-нибудь что случилось дион приготовил новый напиток дайте ты же помощник диона у тебя ведь должно хорошо получаться хорошо получается что мне нехорошо простите я на секундочку отойду неужели настолько плохо по моему личному честному мнению этот напиток абсолютно ужасен так разве ты не помощник диона все напитки что она делает так изумительны использовал те же ингредиенты почти точно-точно следовало тому же процессу но как же так выходит что ее напитки не получают с плохими верно какие бы необычные ингредиенты диона не использовала ее клиенты всегда остаются довольными когда он успел вернуть если вы начали подмикивать друг другу когда он успел вернуться если не веришь можешь спросить любого кто пил в манштадте нет никого кто бы не вспомнил твои авторские коктейли добрым словом всего лишь одного глазка хватает чтобы понять что до конца своих дней не попробуешь ничего лучше до конца своих дней до конца своих дней да да больше всего впечатляет то как ты каждый раз находишь и используешь какие-нибудь новые ингредиенты не важно что ты используешь для своих напитков у тебя из чего года получаются вкуснейшие коктейли вкуснейшие проклести ты гениальный бармен манштадта изобретатель уникальных напитков ты диона что с тобой нет конор ты перестарался правда прости я не смог себя контролировать нет хватит и хватит шуток я могу сделать точно такой же напиток вы смотрите отдай-ка мне твой напиток сейчас я вам покажу я добавлю все оставшиеся ингредиенты хвосты ящерицы рыбичую слизь и рыбию слаймовую а потом все это хорошенько размешаю давай же будь смелый будь опасный будь отвратительный неужели это так сложно готова мой совершенно новый авторский напиток и в этот раз святые архонты какой аромат и цвет тоже это за дивный аромат будто мне открылось никогда прежде невиданное чувство что это за дивная расцветка это это еще один идеальный напиток хватит смеяться надо мной хватит ни в чем от алкоголика два ни в чем их алкоголик хватит шутить вы двое старых пьяниц вот вот и прошли там она с ответвлением интересно было или без без ответвлений так это мы брали ой смотри а здесь наверху еще что-то секрет поиска котят на секрет поиск котят не до конца сделаны нападем пока не забыли смешные концовочки конечно секрет поиска но это на монстровской крыши надо найти к я котенка это легко может мне надо неправильно отвечать в этот раз а кстати можно было без деда смотри залезть так где этот вот где-то так наверное этому я сейчас корм дам посмотрим чем кошачий корм кошачья еда им ты уверен я ведь говорила что роджеру больше нравятся игрушки не давай использовать кошачий корм ну как знаешь кажется роджера не привлекает видишь я же говорил роджеру больше нравится игрушки давай же доставай ее скорее ой нифига себе вау смотри как он тут же расслабился но ведь он правда милый да кому я сделал до профессиональных коктейлей когда можно играть с этими пушистыми камачками радости верно мне кажется что таверне не нужны новые напитки в меню просто заведем больше кошек и люди повалятся к нам толпой хорошо давай заберем с собой роджера и пойдем искать нельсона нельсон любит теплое место в прошлый раз когда я его искал и я нашла его в кустах возле кузнеца давай сперва поищем его там я просто не понимаю нужно провалить задание ли что давай провалим этому сейчас игрушку будем давать так давай дадим ему игрушку радуй ждать ему игрушку я ведь говорил тебе что ему нравится неужели ты уже забыл кошачья игрушка ему точно понравится и ты вообще не представляешь как обращаться с кошками ладно раз ты настаиваешь пусть будет так кажется нельсон не привлекает кошачьи видишь он даже глазом не повел скорее доставай кошачью еду встреча кончена не ну так она просто окончен а чё ж тогда как открыть до концовку ладно а где я здесь залезал то на это здание смотри как прям я удачно первый раз залез тогда будем давать правильное но неправильные ответа да пусть будут ну типа все из-за кошек все кошкам типа нее фирменным напитком оси из-за кошек кошачья игрушка да 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 но ведь он правда милый чем у нас будут сердечки пропадать так дальше кузнецы идем этому дадим еду так хоть чтобы он тебя научил научил чему привлекать внимание не то что нам просто нужно больше кошек таверну раз они такие хороши хорошо привлекают клиентов попробуй подними его он очень легкий а это уже второй раз так мы говорили про кошачьей еды ему нравится игрушки нет ему не нравится то что нравится роджи ну понятно это вообще другое так нам побежали честно вообще не представляю здесь надо будет сказать типа наверное и и иди сама меня он все равно не послушает собираться неудобно далеко это тоже непонятно что быстрее а бежать вокруг или залезть по стене непонятно я если был бы венсе то было бы удобнее по стене потому что он бы поднял бы нас очень высоко своим ветром так ну что у нас здесь хорошо забирай его сама слушай если в виде себя хорошо и не двигайся если подходит диване ласку хороших уличка видишь какой-то милый послушный и еще так у меня смотришь надо заработать больше денег никому бы не было дело до этих котиков если бы не твои вот давай может быть таким образом ты могла бы заработать больше денег ну вот и ты так думаешь верно как только вернемся я скажу что нам нужно больше котиков для привлечения гостей им все равно нет дела до моих авторских напитков транслиться что ли ладно уж пожалуйста не забудь принести котиков ты ведь здесь и рай того чтобы поиграть с ними верно я пожалуй сразу направлюсь обратно в таверну мы не идем вместе мне нужно поскорее вернуться начать поиски новых котят для таверны ведь это они привлекают всех клиентов сарказма коктейли зачем они вообще нужны действительно вот наверно да да это концовка есть кошки вас непостижимые существа хорошо да смешно так ну вот еще одна концовка открыта последняя осталась последняя но тут что-то такое количество ответвлений видно вот это нас свяжет с верхом вот это скорее всего как раз нам и нужна изначально да давай свяжем с верхом особая основа так основу особая основа для коктейля это мы выбрали особую основу и она нам тип сказал ну пойдем тогда искать особую основу здесь должно быть пойти ответвление по поводу ее отца по моему если я не ошибаюсь сейчас посмотрим я просто давно сделан играл не помню всех всех этих мелочей так что у нас здесь почти дошли до ушли до доупа там мы должны найти подходящую основу для нашего сова напитка один из исключить и один из искателей приключений рассказала мне как нашел какой-то необычный напиток или хили чурлов глубокого щели до того куда то что мы пошли за этим в ущелье до доупа и у них котелках ну как раз котелках взяли бульон страны на самом деле шамачурлы варят этот травяной суп из множества разнообразных ингредиентов по словам того искателя приключений от напиток наверное бодрит хили чурлов а чем сказал что после одного вдоха аромата этого супа я цитирую я даже не понял почувствовал я его запах или нет потому что сразу после вдоха мне показалось что мой нос ворвалось стадо лесных кабанов после этого я вообще перестал чувствовать свой нос он потерял чувство запаха но все равно не забыл прийти выпить он даже начал твердить что мои вкуснейшие коктейли ему помогут ему нос восстановиться несправимый несправим пьянчуга наверное наверняка он очень сильно преувеличивал чтобы у него был лишний повод напиться но преувеличил он или нет вовсе не важно я больше заинтересована в использовании напитки хили чурлов в качестве базы для моих коктейлей может быть попробуем что-нибудь другое ни за что для особого напитка обычные ингредиенты не подойдут нам нужно найти что-то необыкновенное я сама никогда не пробовал готовиться с таким с такими ингредиентами это будет мое новейшее изобретение ты можешь даже попробовать его первым нету спасибо я попросил этого искать приключения отметь нужное нам место на карте нам остается только отправиться туда и забрать все что нам нужно мы только подошли границу ищели до доопа давай спустимся глубже нам еще идти идти так мне нужно травяной отваров шамачурла которому не рассказывал папа он сказал что обязательно поможет мне с ингредиентами но это были просто слова когда он напивался не помнил даже собственное имя не говоря уже об отваре неважно я сама начала не могла на него положиться я должна сама найти основу а кто здесь окна это пока не туда не ответвление до конец окей где она это ты а я знаю тебя ты обычно ходил на охоту с моим отцом да верно меня зовут алана я член охотничьей группы драфа если здесь значит отец тоже где-то рядом но и где же он могу поспорить что после охоты он опять напился и заснул где-то ожидая что кто-нибудь притащит его обратно в спрингвейл ой если бы это было так драф он пошел один в ущелье до доупа что мы охотились драфом неподалеку благодаря ему охота прошла очень хорошо и нам удалось поймать много дичи после охоты мы остановились чтобы немного отдохнуть прежде чем вернуться в спрингвейл мы развели костер устроили барбекю и немного выпили честно мы выпили совсем чуть-чуть только чтобы отпраздновать удачную охоту но после нескольких стаканчиков драф начал говорить что хочет пойти за чем-то что есть у хиличерла в глубине ущели до доупа он сказал что ему не нужна помощь вместо этого он продолжал повторять что он потом окрода и катс лайнов и что может ходить туда как туда когда ему заблагорассудится мы не успели глазом моргнуть как его и след простым я послал нашего самого быстрого охотника спрингвейл за помощью чтобы отправиться за драфом самых опытных охотников дурной старик и все потому что он выпил верно раз я ему говорил и пристать пить все без толку пойду найду его посмотрим где он черт возьми может быть нет подожди и иди туда в одиночку слишком опасно давай подождем пока прибудет помощи и пойдем искать его вместе мне нужна помощь я тоже кэтлайн и уж точно я стою на ногах тверже своего своего папаши извините а самое главное я не убивал поэтому не наделаю ошибок не волнуйся я тоже пойду ты ведь самый тот самый почетный рыцарь верно если ты будешь рядом с ней то я спокойно пойдешь со мной а много монстров я не хочу поднять на уж все ущелья я планирую проскользнуть мимо монстров и найти своего непутевого папашу а у себя какой план я помню говорил последний раз что как раз подниму на уши всех монстров я проскользну вместе с тобой хорошо но предупреждая если напугаешь монстров не заманивая их на меня вообще-то это не имеет значения потому что ты все равно не поспеешь за мной ну пойдем тогда я нарисую маршрут тебе на карте обязательно иди точно по нему если потеряешься я тебя искать не пойду окей это уже ответвление еще нет в чем процессе сложно извиняюсь вот впереди куча монстр давай посторожнее же не хочешь чтобы все ущелье сюда сбежалось не думаю что это я тебе беспокоюсь если монстр тебя заметит то и мне достанется так что давай осторожней осторожней сбегая чудовища как пройти избегать что полезли блин как много спирали прошли а как ты мне нашел я не следил за тобой просто получилось что я спряталась здесь блин сложно так если не можешь просто спрятаться черт там еще осторожней подходи слишком близких тем монстром и иди по краю каким эмоции да а ты неплохо даже смог за мной гнаться мой глупый папаша должен быть тут где-то рядом давай поищем повнимательнее это и есть да надеюсь это есть нет еще не ответвление можно было напрямую как я думала он пьяный хлам а диона ты моя милая дочка а что ты тут делаешь а точно ты наверное пришла за этим супом или травой что же это было я нашел для тебя для тебя нашел тут у меня во фрешке смотри полная фрешка супа или что это пап соберись давай сколько же ты выпил да я всего ничего как обычно чуточку всего ладно бери мою фрешку с травяным супом а мне надо продолжать охоту знаешь рядом с тем племенем я видел большого огромного хили хряка что за хили хряк эх ты не знаешь про хили хряка и вот эти плесного кабана я его рядом с племенем хили чурлов видел называется хили хряк да ты вообще про охоту ничего не знаешь там не только хили хряк был но и хили пес вообще ничего не знаешь что ли если бы поймать такого хили хряк его долго есть можно все он совсем стельку а мне хотелось посмотреть на хили хряк или хили пса тут не пил сверись давай глупый старик он наверное идти прямо уже не может если хотим его отсюда вытащить то надо чтобы он протрезвел хорошо что я знаю рецепт такого средства но учитывая сколько он обычно пьет нам понадобится ингредиентов забористее может быть травяной отвар матчурлов нам подойдет драф сказал что уже нашел его давай спросим с таким монстрами я справлюсь я принесу отвар травяной отвар у меня есть точно говорю уже начались пьяные разговоры спасибо тебе я присмотрю за своим глупым папашей отвар в чайнике возьмите его и идите а мне еще надо поймать того хали хили как его там так ну и это ответвление да это ответвление так хорошо на 10 травяной отвар да какой приготовить какой те я во время бой нельзя но отлично мне очень-то больше хотелось че ты еще здесь давай неплохо чтобы в этом котле что-то было внутри ничего не надо посмотреть в другом месте пошли следующий котел неплохо чтобы в этом котле было что там тоже ничего нет давай и следующий посмотрим он последний остался а чтоб тебя мог же успеть приготовить в этом котле кипит странная жидкость от которой сходит двухкружительный запах это должно быть отвар который ищет диона с таким запахом вряд ли выйдет что приятное так ищет диона хорошо вот мы его взяли и возвращаемся мы молодцы отлично принесли ты вернулся но как должны быть травяной отвар да вот он он правда может помочь сделать его отрезан я смешаю с другими ингредиентами которые могут побороться эффекты интоксикации травяной отвар должен давать хиличурлам заряд бодрости поэтому я уверена что он также и моему отцу поможет однако я не хочу смешивать это зелье сама иначе оно получится вкусным да 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 это мы уже знаем смесь должен получиться настолько сильно насколько это возможно может быть ее могу смешать ты а я буду тебя направлять на самом деле процесс очень прост просто смешайся ингредиенты в равных пара прутся чем сильнее будет запах тем более действенным он получится давай быстрее смешаем зелье и отрезвление для моего дурного папаши готовим отрезвляющий нахиток ты что использовал весь травяной отвар ладно это должно хватить убери его от вики это правда можно пить отнеси его моему глупому папаше и заставь его выпить все до дна ладно если подумать я на удуха этого аромата должен хватить где же это хилипес ко мне хили 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 ну что это напиток вонок довольны отлично выпью еще немного и хили хряк точно не сможет меня обогнать запах хватило да что это что это за звук дров неожиданно наклонился все что он выпил кажется что это такое убери его от меня голова закружилась ну как протрезвел дивана сделаешь что здесь делаю я действительно я не могу ничего вспомнить а у этого напитка такой ужасный запах что я даже думать нормально не могу ты напился убежал сюда теперь когда протрезвел давай возвращаться к входу в ущелье там нас ждет алан оставь нашу ядренную смесь здесь я больше никогда не хочу чувствовать ее отвратительный запах да и не думаю что ее можно использовать для приготовления какого-либо напитка однако доказывает что данный отвар шамачеролов потенциально является лучшим ингредиентом для создания самого ужасного на свете напитка алан а я вспомнил я пришел сюда на охоту хотя нет подождите этого не может быть ведь здесь совсем нет никакой дичи ты охотился на хили псов и хили хряк а на хили каллы а я что знаю это ведь ты о них говорил такой весь гордый о себе как будто отправился на охоту века правда должно быть я опять напился ничего из этого не помню я к этому уже привыкла ладно давай поскорее вернемся к алану дион ты ведь не злишься на меня нет я правда ничего не помню я обещаю что больше никогда не буду столько пить я только помню что был на охоте с салоном ребятами мы остановились где-то неподалеку и начали жарить мясо я немного выпил что подпраздновать пойманную дичь а потом я только помню как путешественник дает мне понюхать это и это все все я больше ничего не могу вспомнить я забыл что-то важное диана ну помоги папе вспомнить пожалуйста нет забудь пошли вернемся к алану так и это ответвление это ответвление с концовкой отлично то есть не зря мы пошли по тому ответвлению как интересно да получилось просто где-то в другом месте должно было ну ладно то есть мы молодцы он не вспомнил про суп если пошли по другой нам бы сказала бы да вон у меня во флешке все есть и была бы целая основа для напитка так ничего нету кстати можно было телепортироваться господи телепортироваться и пять минут добежать даже меньше сколько там меньше минуты это диона почетный рыцарь вы привели драфа обратно домой драф что с тобой случилось ты выглядишь ужасно мне помогли протрезвить не волнуйся я в порядке мне просто нужно немного отдохнуть аллен если тебе не тяжело помоги пожалуйста да да хорошо лизион и путешественник большое спасибо за вашу помощь я отведу драфа обратно в спрингвейл похоже ему нужно хорошенько отдохнуть а вот что случается когда напиваешься запомни пить это вредно не волнуйся мне возраст не позволяет но кто знает что будет дальше просто запомнишь что от алкоголя не стоит ждать чего-то хорошего алкоголь ведь словно яд отравляет сознание людей заставляет их делать ужасные вещи ему удается раскрывать худшие стороны характера лучших людей включая таких невероятных охотников как мой отец напившись он становится хуже чем хилиппес с хили хряком вместе взятый к сожалению нам пришлось потратить на него весь травяной отвар что удалось найти ничего не поделаешь я приготовлю тебе особый напиток как-нибудь другой раз давай возвращаться уже поздно вот сболтать я просто выпил немного вино прекрасно в разумных пределах это у нас просто на работе такая тема типа взбалтывай на не смешно фраза много чем подходит окно она мы выполнили так все выполнили все концовки у нас есть все получили мы прям супер-пупер молодцы еще два достижения получили какие-то не то ли прекрасно у меня все пройдено вся встреча это прям шикарно так давай посмотрим взболтать на не смешивать завершите встречу котик и ее особый коктейль и откройте все концовки а открыли королева котяток верните всех кошек кошки на хвост тоже все прекрасно сколько у нас там получается круточек теперь 32 прекрасно так эти у нас через сколько появится через 13 дней две недели ну ладно все мы выполнили вообще все у нас все сделано их легенд пройдено пройдено завершено остается только вот это вот наконец-то начинать пробовать бездну ну не знаю посмотрим может быть как раз следующая серия будет связанная с бежды попробуем бездну начать проходить потому что еще никогда ни разу не пробовал не пытался ну как-то был давно она каждый раз меняется же там начиная с девятого этажа у меня получается 8 этажей пройдено а давай посмотрим у меня же там все 8 пройдено может я там что-то недопрошел даже интересно чисто посмотрим не более так это какая-то туманная луна до действует 8 секунд 1 2 секунд враги внутри нее получает урон может возникнуть раз в 9 секунд реакции рассеивания вызваны активным персонажем на ближайшем противники видишь россии вы не нужно делать а в чем не здесь а смотри у меня седьмой и восьмой этаж не до конца пройдено но при этом у меня вот это открыто здесь я ни разу еще не дожди-ка блин а назад нельзя было никогда так как там назад вернулся в коридор смотреть награда смотрю мне еще не достигнут я еще здесь могу сотку получить и здесь еще могу сотку и потом вот тут уже да интересненько интересненько но это как-нибудь займемся займемся потому что эта механика нам нужна я столько уже играю сколько уже больше 160 серий и про бездна вообще ничего прям вообще прям для меня как будто не существует хотя там можно по моему раз в две недели что-то получать дофига кристаллов примагемов читал около 400 с чем-то может даже 400 вот как-то так значит ладно тогда на этом и заканчиваем всем спасибо за просмотр всем хорошего дня хорошего настроения подписывайтесь на канал если вам понравилось видео и всем пока пока